Добро пожаловать на фестиваль «Манная» с международным евангелистом, учителем и писателем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным озарением пророческой и практической истины. Настало время полакомиться свежей манной. Будьте готовы благословиться и воодушевиться. А теперь приветствуйте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Эту программу я веду из места, где мы никогда еще не снимали за все 12 лет фестиваль «Манна». Мы находимся на окраине города Иерихон. Это один из древнейших непрерывно населенных городов мира. Здесь существовали цивилизации еще 7 тысяч лет тому назад. Неподалеку отсюда, в расстоянии 10 миль, находится город Адам. Еврейская традиция утверждает, что когда Адам был изгнан из Эдемского сада, он поселился здесь, в Иорданской долине, со своей женой Евой. Я очень рад, что теперь Иерихон стал открытым для групп еврейских гидов. Мы будем проводить съемки в городе и на Иерихонской горе, которая была завоевана Иисусом Навином. Хочу рассказать вам об Иерихонах. Обратите внимание, Иерихоны во множественном числе. Недалеко отсюда, в расстоянии нескольких миль, находится Иерихонская гора, холм, на котором когда-то стоял город. Именно этот Иерихон был завоеван Иисусом Навином. Кстати, он находится неподалеку от реки Иорда. Однако ближе сюда, прямо за мной, находятся руины Дворца Ирода времен Римской империи и Иисуса Христа. Этот Иерихон занимал очень большую площадь. Многие его части до сих пор еще не раскопаны. Тут произошло очень важное событие, которое описано в Новом Завете. Я расскажу вам древнюю библейскую историю, великую библейскую историю о человеке по имени Вартимей. Очень важно, чтобы вы посмотрели сегодняшнюю программу. То, что я вам сегодня расскажу, идет напрямую от Господа. Вчера мы остановились в гостинице на берегу Мертвого моря. И в три часа ночи я проснулся, что не должно вас удивлять, если вы знакомы с нашими теориями о трех часах ночи. Я почувствовал присутствие Святого Духа. Давайте начнем обсуждать сегодняшнюю нашу тему. Настало время это сбросить. Вот так она называется. Настало время это сбросить прямо здесь, у старинных римских руин Иерихона. В 10 главе Евангелия от Марка сказано, «Приходят они в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милосты. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Это интересно, он слепой. Иисус его зовет, и кому-то придется проводить его к Иисусу. Смотрите, что он сделал. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Этот стих говорит об одежде, и этот стих является очень важным. Мы будем изучать его. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты от меня хочешь?» Вы, конечно, знаете, каков был ответ. Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы не прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Давайте вернемся к тому, с чего начали, и поговорим о городе Иерихон. В Библии сказано, что Иерихон, захваченный Иисусом Навиным во времена первых израильских завоеваний, был проклят в день своего завоевания. В 26 стихе 6 главы книги Иисуса Навина, Навин сделал пророчество, сказав, что проклят будет тот, кто восстановит Иерихон. Когда он положит основание, его первенец умрет, а когда он поставит врата города, умрет его младшица. Пророчество о проклятии Иерихона сбылось спустя несколько сотен лет. В 34 стихе 16 главы первой книги «Царств» говорится, что человек по имени Ахилл начал восстанавливать Иерихон, проклятый Иисусом Навином. Когда он положил основание города, умер его первенец, а когда он поставил врата города, умер его младший сын. Когда Господь что-то благословляет, благословение никуда не исчезает. Так же, как когда Господь что-то проклинает, проклятие тоже никуда не исчезает. Эта история показывает нам силу проклятия из концепции благословения и проклятий Ветхого Завета. Иерихон, у которого сейчас я нахожусь, это не тот, который был проклят, это другой Иерихон, построенный во времена Римской империи, с банями, ипподромами, дворцом Ирода и многими другими сооружениями. Но именно в этом городе, который находится прямо за мной, или лучше сказать, в этом месте, вы можете увидеть его руины, «Слепой Вартимей сидел у дороги и просил милостыню». Я хочу рассказать вам подробнее об этом человеке. Вартимей — это не настоящее его имя. Слово «вар» обозначает «сын» или «сын кого-то». «Симон» — «варьон» означает «Симон», «сын» и «он». «Вартимей означает «сын» Тимеи». Есть разногласия о том, что означает его имя. Давние комментаторы Библии, например, Адам Кларк и Мэйтсю Генри, утверждали, что слово «тимей» означает «нечистый». Другие говорят, что на арамейском это имя означает «слепой». Очень может быть, что отец Вартимея был слепым, то есть болезнь и несчастье отца перешли к сыну. Я называю это фактором ДНК. У каждого человека есть ДНК, а мы получаем 23 хромосомы от матери и столько же от отца. Свет наших волос, глаз, форму наших губ, будем ли мы высокие, низкие, все это определяет ДНК, которая передается из поколения в поколение. По-видимому, часть ДНК отца Вартимея, Тимея, перешла к его сыну. Он был слепым, а теперь его сын тоже слепой. Хочу задать вам вопрос. Что было передано вам через ДНК ваших предков? Чем ваша жизнь похожа на жизнь вашего папы, мам, бабушки или дедушки? Я не говорю о внешности, я говорю о духовной слабости. Я говорю о моральной слабости характера. Вдруг вы начинаете понимать, что именно с тем, с чем вы боретесь сейчас, когда-то боролся какой-то ваш родственник. Например, привычки и зависимости способны передаваться из поколения в поколение. Алкоголизм способен передаваться из одного поколения к следующему. Если в вашей семье когда-нибудь был алкоголик, и у него было четверо или пятеро детей, то трое или четверо из них будут презирать алкоголь. Они к нему не приблизятся. Но всегда будет один обладатель слабого ДНК, который пойдет по стопам отца, матери, или в некоторых случаях бабушки или дедушки, в том, что касается слабости ДНК, от которой они сами страдают. И вот перед нами сын, который такой же, как его отец. В Библии говорится, что на Вартимее была верхняя одежда, которая клеймила его. Если вы приедете в Израиль и пойдете в бедные районы, вы там встретите детей, которые будут просить у вас слабости или деньги. Гиды предупредили нас, чтобы деньги мы им не давали. Сладости давать можно, но не деньги, потому что их родители не хотят, чтобы они становились профессиональными попрошайками. Они хотят научить их ренеслу работе в поле. Но в то время было такое количество нищих, что старейшины города желали знать, если человек по-настоящему нищий, или же он просто так выпрашивает деньги. Для этого нищим выдавалась специальная одежда. Возможно, что Вартимей получил эту одежду от своего умершего отца, который передал ее своему сыну. Я хочу, чтобы вы опять задумались на эту тему. Что вы получили от своего отца и от своей матери? Что они вам дали? Возможно, вы этого и не хотели. Я сейчас не говорю о подарках или одежде. Я говорю о слабостях ДНК, о слабостях хромосом, с которыми вам теперь приходится жить и бороться. Это может быть, например, дух немощи. Итак, он носит одежду нищего. А кроме этого, это еще и одежда слепого. Много лет назад я провел исследование и узнал, что в то время слепых и нищих обозначали специальной одеждой, которая подтверждала, что они законно являются таковыми. С помощью этой одежды люди знали, что какой-то конкретный человек по-настоящему слеп. Он не пытается просто выпросить деньги. Он не жулик. Ему действительно очень тяжело. Вот какой момент больше всего меня заинтересовал. Иисус редко проходил у Иерихона. В основном он проводил свою службу далеко отсюда, в месте под названием Верхняя Галилея. Однако он был искушен на горе Искушения, которая расположена прямо передо мной. Давайте я подойду сюда, и вы увидите, что на вершине этой горы находится монастырь. И по традиции Иисус пришел именно сюда, в иудейскую пустыню, где его искушал дьявол 40 дней и 40 ночей. Все происходило именно в этом месте. Смотрите, вот там на верхушке находится монастырь. Иисус был крещен в реке Иордан. Она находится в расстоянии нескольких миль отсюда. Так что Иисус был знаком с этой местностью. Но что касается служения, тут он это делал редко. Запомните, у слепого человека остальные чувства становятся более обостренными. Я слышал, что слепые от рождения обладают великолепным слухом. Они слышат то, что другие не способны услышать. В Иерихон всегда приходило много народу. И от того, что люди наступали на сухую землю, тут постоянно стояла пыль. В Артемии привык к этому, но в тот день толпа вела себя иначе. В воздухе что-то летало, обстановка была заряжена. И хотя В Артемии был слепым, он это почувствовал. В Артемии сказал, «С этой толпой что-то не так. Тут больше людей, чем обычные. Все чем-то возбуждены». Он спросил у кого-то, «Почему сегодня такое волнение?» И вот такой ответ он получил. «Иисус Назарей проходит сегодня через Иерихон». Запомните, он слеп, но не глух. Вдруг он вспомнил рассказы о человеке из Назарета, который лечил и исцелял людей, и закричал ему, «Сын Давидов, помилуй меня». Я хочу рассказать вам о фразе «Сын Давидов». В Евангелиях Матфея, Марка, Луки и Иоанна фраза «Сын Давидов» использовалась, когда язычник взывал ко Христу, либо когда слепой взывал ко Христу. Кроме этого, она использовалась, когда Иисус въезжал на осле через восточные ворота, и народ кричал о самом сына Давидову. Вот почему это важно. Иисуса называли Иисусом, Господом Иисусом Христом, и Иисусом из Назарета, но в этом случае его называют «сыном Давидов». Вам необходимо понять, что фраза «сын Давидов» является мессианским термином, который обозначает «мессия Израиля», который придет в будущем. Другими словами, «сын Давидов» — это старинный термин, идентифицирующий подлинного мессию в потомке Давида. И вот перед нами совершенно слепой человек, он родился таким и никогда в жизни ничего не видел. Но он слышит, он обладает духовной проницательностью, с помощью которой он понимает, что где-то неподалеку идет мессия, идет царь славы. Он понимает, что ему необходимо позвать его прямо сейчас, и если он этого не сделает, скорее всего, больше у него не будет возможности исцелиться. Он закричал, «сын Давидов, помилуй меня!» Когда Иисус призвал его к себе, когда Сын Божий сказал, «пусть этот человек подойдет ко мне», вот что произошло. Вертимей сбросил с себя одежду. В тот самый момент он снял с себя одежду, указывающую на его нищету. Он снял с себя одежду, указывающую на его слепоту. Он снял с себя одежду, которая клеймила его с момента его рождения. И он сказал, «Мне больше не нужна эта одежда. Начиная с этого момента, моя жизнь изменится. С этой самой секунды меня больше не будут называть попрошайкой, и меня не будут называть слепым. Меня не будут связывать с моим прошлым. И я забуду свое прошлое. Забуду о ДНК своей семьи. Я забуду о том, с чем я родился, о том, что мешало и клеймило меня всю мою жизнь. Как только он сбросил с себя одежду нищего, он на себя изменил свою судьбу. И вы все знаете, как Иисус исцелил и спас его. Как Вартимей был чудесным образом исцелен Божьей силой. Ну а теперь я хочу рассказать вам о четырех пунктах, связанных с этим рассказом, который я записал в своей Библии. Первое, что хочу вам сказать, вам необходимо сбросить с себя то, что о вас думают другие. Люди постоянно хотят вами манипулировать. Они все время хотят высказать свое мнение о вас. Иногда они смотрят на вас и говорят, «Вы не умны», или «У вас ничего не получится», или «Учитывая вашу родословную, мы не думаем, что вы справитесь». Первым делом, вы должны поступить, как Вартимей. Вы должны сбросить с себя эту одежду. Вы должны сбросить с себя то, что о вас думают другие, и начать видеть себя такими, какими вас видит Христос. Второе, что вы должны сделать, это сбросить с себя то, что клеймит вас. Если вас характеризует что-то положительное, и это идет от Господа, держитесь за это. Но если вас клеймят люди, исходя из своего мировоззрения, и мыслей, и образа жизни, помните, на вас не должны ставить клеймо, вы не являетесь, как некоторые выражаются, выздоравливающими грешниками. Некоторые говорят, «Я выздоравливающий алкоголик», «Я выздоравливающий наркоман», и хотя они были спасены 20 лет назад, они до сих пор говорят о себе, как о выздоравливающих. Но вот что я вам скажу. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вы не выздоравливающие грешники. Вы были грешниками, но нынче вы дети Бога. Вы были спасены благодатью, вы были приобретены и куплены кровью агнцев, так что не позволяете людям клеймить вас. Вы должны сбросить с себя не только то, что о вас думают другие, но и то, что клеймит вас, так как это ложь, ибо Господь освободил и спас вас. Третье — это то, что порой наступает время, когда надо встать из пепла. Что имеется в виду встать из пепла? Посмотрите, сколько тут пыли. Оно тут везде. Вартемей сидел у дороги, по которой люди входили и выходили из города. Он сидел буквально в пыли. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо и поднимал пыль, она попадала в Артемею в рот, и он чувствовал ее вкус. Она попадала ему в нос, и он чувствовал ее запах. Но когда рядом прошел Иисус, он встал из пыли, или, как я говорил в церкви, он встал из пепла, и сказал, «Я больше не буду сидеть в пыли. Я изменюсь благодаря Божьей силе, и моя жизнь станет другой». Четвертое, что я хочу сказать вам, это то, что порой надо взывать к Господу, чтобы привлечь Его внимание. Иногда наступают времена, когда все идет не так, как хотелось бы. Все идет плохо. И вы не знаете, что вам делать, как вам решить ситуацию. Слепой в Артемею знал, что, возможно, это его последний шанс исцелиться. Возможно, Иисус больше никогда не пойдет по этому пути. И он решил кричать, а люди пытались его заткнуть. Часто бывает, что, когда вы говорите, «Мы следуем за Господом», люди вам говорят, «Вы становитесь слишком религиозными». Вы говорите, «Мы следуем за Господом, мы хотим креститься Духом Святым», а они отвечают, «Будьте осторожны, не превращайтесь в религиозных фанатиков». Вот что я вам скажу. Иисус проходит мимо, и очень может быть, что это ваш последний шанс получить от Него спасение или чудо, в Котором вы нуждаетесь. В Артемеи сказал, «Замолчите все. Это мой последний шанс. Больше у меня его не будет. Сын Давидов, помилуй меня». Когда люди сказали ему замолчать, он начал кричать еще громче. Бывает, что, когда вы хотите, чтобы Господь изменил что-то в вашей жизни, вам нужно взывать к Нему, вам нужно открыть Ему свой дух и свое сердце. Вам нужно излить свое сердце и сказать, «Господи, я в отчаянии». «Мне нужна твоя помощь. Только ты способен мне помочь». В восьмой главе послания к римлянам сказано, что когда мы вызываем Господу, Он слышит нас, а Иисус, наш небесный первосвященник, ходатай стоит за нас. Старинный город Иерихон, находящийся позади меня, это руины дворца Ирода. Вся эта территория, где мы стоим, именно здесь, с Вартемеем, случилось это чудо. Именно здесь слепец взывал к сыну Давида. Именно здесь Он стал из пепла и пыли и сбросил Себя одежду. Еще раз повторяю, не давайте людям вас клеймить, и воспринимайте себя так, как воспринимает вас Господь, а не люди. Я раньше никогда этого не рассказывал в нашей программе. Помню, как много лет назад, когда мне было 18, я был на конфессиональном собрании, и ко мне подошел очень почетный священник и спросил, каковы твои планы. Я ему сказал, что Господь призвал меня проповедовать, и что я собираюсь заняться службой. Он начал говорить мне, что, по его мнению, я должен делать. Он сказал, тебе нужно сделать это, вот это, то и пятое, и десятое. Пойди сюда. Если ты все это сделаешь, то добьешься успеха. Я ему сказал, брат, я уже постился и молился, и Господь уже сказал мне, что делать. Он мне велел сделать вот так и вот так. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня и сказал, вот что я тебе скажу, сынок, ты ничего не достигнешь, у тебя ничего не получится, в церкви тебе не место. Затем он ушел. Когда человеку 18, говорят такие слова, они способны вести его в отчаянии. Но, во-первых, я знал, что я есть. Во-вторых, я знал, что я был призван Господом. И, в-третьих, я знал, что Бог мне сказал. Начиная с 18, когда этот человек поговорил со мной и ушел, я никогда не оборачивался назад. Он сказал, сынок, ты все испортишь. Вот что я вам скажу. Возможно, вы находитесь в похожей ситуации. Люди отбили у вас желание что-то делать. Если это так, тогда вспомните слепого Вартемея и как он сбросил с себя мнение других. Павел сказал, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поближе. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, я хочу воодушевить всех, кто смотрит нашу программу, призовите имя Господа. Сбросьте с себя то, что не дает вам жить. И поверьте, что, взывая к нему, он будет ходатайствовать за вас на небесах. И Святой Дух спустит к вам чудеса и спасение. Иисус сказал слепому Вартемею, «Вера твоя спасла тебя». Я уверен, что это может произойти и с вами, если вы будете продолжать служить Господу, искать Его и взывать к Нему. В каждом выпуске программы «Фестиваль Манны» мы предлагаем вам новый товар, что поддерживает трансляцию программы. Не забывайте, поддерживая нас через пожертвования или предложение «Фестиваля Манны», вы поддерживаете трансляцию нашей программы. Сейчас вы услышите подробную информацию о нашем новом товаре. Я нахожусь в Израиле, и через пару мгновений расскажу вам, какие места я посещу в Америке, где я буду служить, надеяться и молиться, чтобы у вас и у вашей семьи все было хорошо. Мы продолжим нашу программу через несколько мгновений. Оставайтесь с нами. Есть много учений о пришествии Христа, но очень многие люди утверждают, что они не верят, что оно произойдет. Однако у меня есть учение, которое, на мой взгляд, убедит даже сильнейшего скептика, что есть такая вещь, как восхищение церкви и восхищение преодолевающих верующих. Это учение называется «Ключ к восхищению», «Памятная книга». Эта фраза упоминается в Библии всего один раз, в третьей главе книги Малахии. Когда много лет назад я прочел эту фразу, я занялся исследованием Ветхого и Нового Завета. Я много раз обращался к различным притчам и книге Откровения. Я уверен, что так же, как есть книга жизни, книга слез и труды святых, так же есть памятная книга, и то, что ваше имя упоминается в этой книге, гарантирует вам ваше восхищение. Конечно, найдутся такие, которые скажут, что они в это не верят. Я бросаю вам вызов прослушать это трехчасовое учение, записанное на аудиодиске. Эта запись была сделана на одной из наших конференций. На первом диске мы обсуждаем тему памятной книги и восхищения. Второй диск посвящен памятной книге и различным притчам, но самое важное находится на третьем диске, где дается заключение, обсуждается памятная книга и преодолевающие. С помощью этого учения вы узнаете не только о восхищении Церкви, но и о том, кто именно отправится на небеса, какие люди, основываясь на книге Откровения, останутся на земле, и кто такие праведники скорби, и кем являются верующие, о которых говорится в пятой главе. С помощью толкования притчи вы узнаете еще больше о тех, кто отправится на небеса, когда придет Иисус. Если вас заинтересовало данное предложение, позвоните нам по номеру телефона, который указан на экране. Также вы можете отправить мне письмо по адресу, который вы видите. Чтобы получить диски памятной книги, вам надо будет пожертвовать 25 долларов или более. Я хочу напомнить вам, что важно приобрести это учение не только потому, что вы узнаете много нового, а также потому, что именно ваши заказы поддерживают трансляцию программы «Фестиваль МАН». Мы не просто просим у вас высылать нам конверты с деньгами. Даже у наших партнеров мы этого не просим. Однако мы сильно зависим от вашей поддержки. Спасибо вам. Мы будем ждать ваших писем. Я напоминаю вам, что это последняя неделя, когда вы сможете приобрести данное предложение. Пусть Господь вас благословит. Мы надеемся, что вы успеете приобрести наше предложение. Это последняя неделя, когда вы сможете сделать заказ аудиодисков памятной книги. Это очень подробное учение. Многие люди сообщили мне, что о некоторых фактах они никогда не слышали, однако они все упоминаются в Библии. Теперь перейду к нашему расписанию. Наше первое служение из серии «Экстрим» состоится в новом здании во вторник вечером 30-го числа, где я буду выступать на торжественном открытии. Приглашаю вас приехать в Кливленд, полюбоваться этим зданием и принять участие в первой службе. Каждый вторник мы будем проводить там конференции. Затем мы отправимся в церковь «Семейные веры» в город Уиллис, в штат Техас. Там мы будем 16 и 17 августа, в пятницу и субботу. Потом отправимся в Аббахаус. Там мы будем 23 августа, в пятницу. После этого 25-го числа воскресенья в центр «Хай Прейс Воршип». Не забудьте о нашей главной конференции в церкви «Крайст Темпл» с четверга по воскресенье, с 5 по 8 сентября. Те из вас, кто знаком с нашим служением, знают об амбаре молитв. Каждый четверг, весной, летом и осенью мы встречаемся с 8 до 10 вечера в амбаре молитв. На этих встречах вместе молятся по 100 человек. Хочу рассказать вам кое-что интересное, особенно это касается тех, кто не живет в Америке. Внутри амбара мы установили камеры со спутниковой антенной, и теперь каждый четверг мы выходим в прямой эфир через интернет, и вы можете присоединиться к нашей молитве. У меня есть близкий друг, которого зовут доктор Деннис Магуайр. Мы называем его епископом ОСИАЙ Министр. Господь велел ему построить тысячу молельней, в которых с помощью интернета множество людей будет молиться одновременно. Мы совсем скоро приступим к осуществлению этого проекта. Друзья, вот что я хочу вам сказать. Без молитвы нам не выжить. Мы желаем видеть тысячи людей по четвергам, которые, сидя у себя дома, присоединятся к нашей молитве через интернет. Кроме этого, вы сможете принять участие в пророчествах и в Божьих проявлениях. Я считаю, что Господь хочет создать молитвенные команды по всему миру, и у Него есть план для всех христианских телеканалов. Также у Господа есть план для всех церквей, и у Господа есть план для всех служений. Мы верим, что настало время для всех составляющих тела Христова воссоединиться ради Великого Возрождения. На прошлой неделе я рассказывал вам, как Господь посещает людей во снах и видениях. И хочу повторить то, что я тогда сказал. Если вы исповедуете не христианство, а другую религию, скажите Богу. Господь, расскажи мне о Христе, покажи мне Христа. И я уверен, что Он посетит вас в видении или во сне и расскажет вам о себе. Ведь именно так Господь поступил с Шаулем из Тарса на пути в Дамаск. Он объяснил Шаулю, кто он такой. Перед этим Шауль участвовал в преследовании христиан. Я вас уверяю, Господь хочет раскрыться вам. Если вы еще не приняли Христа, как вашего Господа и Спасителя, я умоляю вас сделать это, потому что это будет вашим самым важным решением в этой жизни. И оно повлияет на вашу жизнь вечную. На следующей неделе мы приступим к новому учению. Не пропустите его. До скорой встречи. Да благословит вас Господь. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его экскурсии в Израиль. С 25 ноября по 4 декабря. Позвоните по номеру, который вы видите на ваших экранах. Или зайдите на сайт Перри Стоун, чтобы получить подробную информацию и узнать, как забронировать места. Количество мест ограничено, так что звоните уже сегодня.